ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И врезалась во встречный автомобиль. В ней находилась семья из села Городок. За рулем 43-летний глава семейства. Рядом супруга и 16-летняя дочь. Только девушке удалось выжить в страшном ДТП. С многочисленными ушибами, переломами ее госпитализировали в больницу Минусинска. Мы проверили машину участников. Они не были оборудованы видеорегистраторами. На месте ДТП тормозных путей нет. И, к сожалению, нет очевидцев. Сейчас будем через сметы все устанавливать. С таким количеством погибших и один пострадавший это, в принципе, за последние пять лет первый случай. То есть мы посмотрели статистику. Давно таких дорожно-транспортных происшествий в Минусинске и в районе не было. Долгосрочные бюджетные стратегии со сроком не менее чем на 12 лет должны сформироваться на федеральном и региональном уровнях. Такое решение озвучено в ходе заседания Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. Совещание прошло в Кремле в минувшую пятницу. Подумать на 10 лет вперед предложил главам регионов президент страны. Первая долгосрочная бюджетная стратегия будет разработана уже до конца этого года. Кстати, федеральный бюджет будущего 2014-го уже верстается по этому принципу. Эффективность его исполнения во многом зависит от того, насколько быстро на новые рельсы встанут регионы России. Задача сделать это как можно скорее поставлена перед главами субъектов. Главная цель всей работы – повысить эффективность бюджетных расходов. Сегодня абсолютно точно был конкретно дан сигнал президентам, правительствам, именно главам регионов. Поглянись тоже у себя и не смотрите, чьи это полномочия – федеральные или региональные, или же муниципальные полномочия. Контроль, не контроль, а эффективность как раз служб работает. Это тоже, конечно, есть эффективность расходов бюджетных средств. Особое внимание, по мнению политиков, нужно уделить налоговым льготам, которые также являются одним из источников финансового обеспечения программ. По сути, налоговые льготы – это налоговые расходы бюджетов. Необходимо оценить их влияние на экономику и оптимизировать для достижения конкретных целей. К примеру, в Хакасии предприниматели уже получили ряд льгот от власти, однако денег от крупного бизнеса после этого больше не стало. Глава Хакасии настаивает, что регионам нужно больше правды влияния и регулирования этих процессов. Еще один вопрос, который был поднят в рамках работы с налоговым сектором – борьба с так называемыми «серыми зарплатами». Необходимо ужесточить наказание, вплоть до уголовного. За эффективным уходом от налогов стоит, я считаю, предательство своей малой территории. Это кто уроженец этой земли, а те корпорации, которые просто не видят эти земли и не чувствуют ее, я считаю, это должна быть тоже уголовная ответственность. Иначе мы никогда не выйдем из этого порочного округа. Кстати, вопросы взаимодействия региональных и федеральных бюджетов, а также эффективность работы налоговой службы руководитель регионов Сибири обсудит еще раз в ближайшее время на заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». На территории Орджоникидзевского района введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за погодных условий здесь на сегодняшний день с полей убрано лишь 30% зерновых. Этот год начал испытывать крестьян еще с начала посевной кампании. Из-за низких температур она началась позже обычного. Созревание зерновых сдвинулось на 3-4 недели. А непрекращающиеся дожди привели к серьезным задержкам темпов уборки по всей территории республики. Особенно это сказалось на северных районах Акасия. В Орджоникидзевском районе, где находилась практически пятая часть всей посевной площади Акасии, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Здесь убрано лишь менее трети посевов. Сегодня задача номер один – использовать все возможности, чтобы убрать все, что осталось на полях. Введенный временный режим ЧС позволит принять меры по привлечению дополнительных ресурсов, как на территории района, так и за его пределами. Сирота из Ширинского района может остаться на улице из-за незнания законов. Молодого человека воспитывала бабушка. А чиновники почему-то не напомнили вовремя, что в будущем он имеет право на квартиру от государства. Когда семье это стало известно, время для получения льготы практически ушло. Наталья Гармашова продолжит тему. Иван сирота с детства с сестрой росли у бабушки, которая была официальным опекуном. Сейчас Иван женат, но вместе с супругой и двумя малышами вынужден жить с родственниками. Бабушка говорит, пока растила внуков, приходилось днями напролет работать. По тому времени не было вчитываться в законы. Местные власти не напомнили о том, что детям полагается жилье от государства. Мне тоже, знаешь, бабушке тоже обидно же. У них ни отца, ни матери нет. Я их молодец вырастила. Мне тоже же обидно. Когда Иван учился в училище, ему подсказали, парень вправе получить квартиру. Не теряя времени, молодой человек начал собирать документы. Начали там документы терять, вот эти. А потом последний раз пришли, и у нас, ну, у меня и у сестры. У сестры вообще нету бумажек, а у меня там все в пыли были. Вот. И начали там, сказали в прокуратуру идите. Мы пошли, сообщили в прокуратуру, и сразу все документы нашлись, и вот, и начали судиться. Третье заседание уже прошло. Ну, вот, было последнее, 6 августа. И нам отказали, не только одному мужу, Ване, но еще и вот пять человек нас там было, и всем отказали. Ну, как бы, получается, не отказали, а отложили подальше. А куда еще дальше, я понять не могу. По словам девушки, жилье супругу обещали выдать еще в начале сентября. Ждали с нетерпением, но ничего не вышло. Иван Виктория согласна на любую квартиру. Говорят, конечно, хотелось бы в райцентре. Здесь нету ни детского сада, ни школы до четвертого класса. У нас ребенок очень активный, и вот, желательно бы ходить в садик ему сейчас надо. А как? Ни машины, ничего такого нету. А для Ивана сейчас важно устроиться на работу. Молодой человек – строитель по образованию. В Марчелгаши найти работу по профессии нереально, так что пока приходится стоять на учете в службе занятости, перебиваться случайными заработками, рассчитывать на детское пособие. Иван опасается, что когда ему исполнится 23 года, а эта годовщина стремительно приближается, он уже не сможет рассчитывать на жилье. Тогда все планы вмиг рухнут. В отделе опеки Ширинского района нам пояснили, поводов для волнения нет. В Шира для Ивана уже подготовлена благоустроенная квартира. Она находится в собственности муниципалитета. В ближайшее время будут оформлены все документы и жилье передадут в пользование молодой семье на условиях социального найма. Наталья Гормашова, Наталья Табакова, Михаил Окунев, Вести Хакасия. Четверо полицейских республики прошли во второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Именно за них отдали наибольшее число голосов жители Хакасия. Во втором этапе конкурса из четырех придется выбрать одного. Сделать это можно, проголосовав за понравившегося кандидата на официальном сайте МВД Хакасии. Победитель второго тура представит республику на федеральном этапе конкурса. Имя главного народного участкового страны станет известно 17 ноября, в канун профессионального праздника. Театр «Кукол сказка» открыл 35-й творческий сезон. По традиции он начался представлением на крыше, после которого для ребятишек сказочники представили спектакль «Кот и лиса». О том, чем готовы удивлять в этом году зрителя «Кукольники», знает Юлия Константинова. «Здравствуйте, уважаемая публика! Мы очень рады видеть вас!» Каждый год в начале сезона с крыши театра «Сказка» звучат слова приветствия. Не только тех, кто приходит на спектакль, но и всех, кто любит сказки «Верит в чудо». Традиция замечательная. Настоящий праздник для горожан и гостей. Соня Гапончик старается участвовать в нем каждый год. «Хорошо вообще придумали с шариками детям, это очень понравилось. Я сюда прихожу с самого детства, тут классные сказки. Потом у меня есть еще маленький брат, и он тоже ходит уже давно сюда». Тимофей пришел на праздник с бабушкой. Мария Терентьева рассказывает, заранее купила билеты на спектакль, ведь с внуком они зрители постоянные и уже посмотрели многие детские постановки и сказки. «Он сначала очень сложно воспринимал, он не понял, а потом он не понимал.